Доброе утро, СтопГейм, в эфире Инфакт! Warner Bros. Games решила немножко оттянуть момент истины касательно Suicide Squad Kill the Justice League и выставить срок, до которого нельзя публиковать обзоры игры, непосредственно до её релиза. В этот же момент блогеры и СМИ начнут получать ключики для ревьюирования. Обычно это означает, что издатель не особо-то и уверен в успехе игры. Поскольку формальные датавыходы и фактическое у отряда самоубийц отличаются, обладатели Deluxe издания стартуют игру уже сегодня, остальные на три дня позже. Возможно и обзоры мы смогли бы почитать сегодня же, но это вряд ли. В каких-то регионах ранний доступ начался ещё вчера вечером, и первые зашедшие в игру уже читались о своих впечатлениях, и они вышли, я бы назвал их, скоропалительными. Некоторые игроки столкнулись с интересной проблемой, и едва стартовав, игра уже была пройдена. Типа жмёшь начать игру и видишь, что сюжетка уже завершена на 100%. А была ли сюжетка? Очень порадовали комменты под новостью на нашем сайте. Разработчики быстро сориентировались и рубанули серверы до излечения. Итак, ранний доступ в Suicide Squad, видимо, и закончился. Ситуация смешная, и обзор оттянули ещё немного. Одни плюсы, кроме минусов. Создатели российской смуты тоже решили чего-нибудь подтягивать, и отложили дату выхода игры с конца февраля до начала апреля. В этот раз, со слов Сайберия Нова, дата окончательная, но причинами сдвигать делиться студия не стало. По одной из версий, разработчикам потребовалось больше времени на полировку игры, и дополнительные бесплатные игры-экскурсии, которая должна выйти незадолго до старта самой смуты, и предложит беззаботно пройтись по Москве начала 17 века. Уже какое-то время в инфополе гуляют слухи о совсем скоро предстоящем новом выпуске шоу State of Play от Sony, где та обычно осыпает публику грядущими новиночками для PlayStation. В общем, этому слуху суждено сбыться в ночь с 31 января на 1 февраля. Обещают 40-минутное шоу, на котором точно покажут экшен Рубилова Стеллар Блейд и следующую большую игру от Team Ninja Rise of the Ronin. Далее мы вступаем в зону спекуляций и слухов, и, что иронично, со стороны сооснователя сайта Xbox Era и ведущего подкаста Xbox Two. По их словам, на ближайший State of Play нам также покажут переиздание Sonic Generations, переиздание Until Dawn и, вероятно, вместе с портом на ПК, ремейк Silent Hill 2 от Bloober Team. Разработчики как раз говорили, что свежие новости прибудут совсем скоро. Вторую часть ремейка Final Fantasy VII Rebirth. Следующую игру кенолевина создателя Bioshock под названием Judas, уже год о проекте Невесточки. Новую часть Metro, вероятная речь о VR-спин-оффе, который по другим слухам назвали Metro Awakening. И, наконец, представит официальное название сиквела Death Stranding. Опять же, по слухам, называть его будут On the Beach, то есть на берегу. Геннадий Воробьёв докидывает к этому списку весьма вероятную подсветку с сетевого шутера Concorde от Sony и студии Firewalk. По уже четвёртым за эту новость слухам и инсайдам, авторы оного при создании вдохновляют со вселенной из Марвельских Стражей Галактики. Но, возможно, и это не все сюрпризы, что могут заспойлерить нам инсайдеры. Один из таких под ником BillBillKoon не так давно постил, что очень ждёт анонса Индии игры в его любимом жанре, который могут показать либо на State of Play, либо на Nintendo Direct. Возможно, речь идёт об анонсе анонса из экс-твиттера Devolver Digital, которая прямым текстом пишет, что уже на этой неделе анонсирует новую игру. Если что, State of Play вот завтра на послезавтра идёт. Ниженар отпустился в гадание, и на вариант Enter the Gungeon 2 аккаунт автора ответил «это не она». А вот на вбросы про триквел-хотлайна Devolver ничего не ответила. Далее на сцену с микрофоном залезает Джейсон Шрайер, репортер из Bloomberg, и заявляет, мол, по его информации, реструктуризация Embracer Group взяла и вытолкнула из рабочего процесса игру с заголовком Deus Ex. Дескать, работников Эдис Монреаль волна увольнений тоже задела, и как следствие отмена долгожданного продолжения. По его данным, работа над проектом шла уже более двух лет, однако теперь остаток команды сосредоточится на таинственной новой франшизе. Напомню только, что это всё слухи и непроверенные инсайды, так что и относиться к ним стоит с достаточной долей скептицизма. Но если правда, печаль беда, конечно. Как говорится, никто. Абсолютно никто. И фанаты The Band of Isaac и Fortnite. А вы сделаете коллабу в форточке? А Эдвинд Макмиллен такой, мы поговорили с Epic Games. Улыбочка. Вряд ли коллаборация с Макмилленом зайдёт дальше тематической косметики, как, например, вышла с создателями Рогбэнда и Рокетлик, ведь на текущий момент Инди Легенда занимается созданием другого рогалика-долгостроя про боевых котиков Mugenics. Что, к слову, так жаль. Фортнайту нужен год на рогалик. Идея бесплатная, кстати, скиньте мне потом код игры. Релиз новой части Якудза, или как её нынче называют Like a Dragon с подзаголовком Infinite Wealth, состоялся почти неделю назад, в прошедший четверг. И, судя по всему, игра вышла весьма себе замечательной, ведь за релизные выходные сумела стать самой популярной игрой в серии, захватив в свои сюжетные сети одновременно 46161 человека. Для сравнения, предыдущая The Man Who Erased His Name в пике собрала 13737 человек, а, например, Isshin лишь 8461. Но цифры цифрами, отзывы у игры тоже крайне положительные, 90% позитивных в Steam. И причиной от этого десяточка многие считают введение микротранзакций с геймплейными усилителями и, например, скрытую за стеной из DLC новую игру плюс. Вроде бы звучит как контент базовой игры, но приходится доплачивать. Посмотрим, что о ней скажет Василий Кальпера в грядущем видеообзоре на нашем сайте stopgame.ru, где вас вот уже сейчас дожидается долгожданный свежий выпуск мобильного ОС от Александра Виллисова. Внутри Саша собрал все самые примечательные и клёвенькие мобильные игры прошедшего года. Что-нибудь точно себе в коллекции присмотрите. У вас что, телефонов нет? Доброго дня! Субтитры сделал DimaTorzok